Всем привет! С вами Руслан. Сегодня сделаем обманку на газовый котел. Для этого нам понадобится терморегулятор простейший V1209, резистор подстрочный, реле обычное и некие провода. Все ссылочки, конечно, в описании. Проходите, смотрите, покупайте. Давайте расскажу, в чем суть. Имеем газовый котел, который стоит в гараже, и в холодное время он уходит в защиту, думая, что у него замерзла вода. Но в нем залит тасол, и он вполне не замерзает. Нам нужно эту систему обмануть, сделать так, чтобы он включался, нагревался, а потом переходил на свой терморегулятор, чтобы вполне работал нормально. Имеем реле. Данное реле у нас имеет питание плюс-минус, центральный контакт общий, и два на выходе. Вот этот контакт у нас постоянно замкнутый. Но если подать питание на реле, этот контакт перемкнется вот к этому. То есть можно сделать переключение между вот этим контактом и вот этим. Это нам вполне подходит. С-шку мы пока убираем, она нам не нужна. Так же на резисторе у нас есть система вкл-выкл. Очень хорошо поможет нам. Так, термоусадочка у нас по размерчику подойдет. Сейчас маленько припой уберем оттуда лишний. Переместимся поближе. Данное устройство у нас питается от 12 вольт. Это терморегулятор V1209. Также у нас питается от 12 вольт наше реле постоянного тока, насколько я помню. Естественно, для питания нам нужен какой-то провод. Провод мы возьмем для питания один. Для этого на минусовой контакт мы прикрутим еще один проводочек, от которого пойдет минус на питание реле, чтобы не угородить 500 проводов. Здесь у нас прикрутим минусовой контакт. Вся маркировка у нас расписана сверху. То есть плюс-минус и ключ. Для питания плюса будем использовать ключ. Возьмем вот такую перемычку, вставляем ее в плюсовой контакт и в контакт ключа K1. Теперь вставляем плюс. Клемы неудобные маленько. Самые дешевые не используют. Так, есть плюс, подмотали. Мотаем также, прикручиваем K1. И второй провод у нас пойдет на питание нашего реле. Что мы имеем на выходе? Приходит у нас 12-ти вольтовый провод. С него мы снимаем минус и с ключа мы снимаем плюс. Давайте это все дело подпаяем. Для начала возьмем кусочек термоусадочной трубки и отрежем от него два штуки. Пойдет. Сразу же, чтобы не забыть, надеваем на концы. Берем наш припой. Ссылочка на которую тоже есть в описании. Конденсатор нам не нужен, прискакал сюда. Сразу залудим получше наши контакты на реле. И непринципиально куда припаиваем плюс ключа и минус, который напрямую идет. Оденем термоусадку. Потом мы ее нагреем, чтобы она у нас осела. Далее я возьму вот такой провод. Это у нас зарядник от телефона. Здесь у нас четыре живы. Две я спаял вместе на одном конце и две у нас свободно. На втором конце у нас четыре живы. Также кусочек термоусадки, а лучше сразу три. Есть покрошили. Залудим контакты. Залудим контакты. Я расп вот что у нас получилось у нас на выходе мы имеем 4 провода которые у нас зеленый такой зелено слегка вот он и коричневый вот это два у нас общие провод провода это у нас уже пошли на датчики также я говорил про систему вкл-выкл давайте это сделаем сразу же так припаяли систему ключа на резистор далее вспоминаем кто у нас куда идет кто у нас постоянно замкнут и вот этот по моему постоянно был замкнутый далее берем наш постоянно замкнутый контакт при выключенном питании он у нас розовый и паяем его на резистор для этого возьмем опять термо усадочку и так все запаяли давайте посмотрим что у нас получилось с регулятором приходилось плюс-минус на управление реле свою очередь на реле выходят три провода общий провод у нас пошел на вход датчика родного это будет сигнал на родной датчик у нас который входит в плату вот этот постоянно замкнутый провод который у нас находится вот здесь когда питание на реле нету он замкнут вместе с общим мы подаем в разрыв вот этого провода общего который придет на датчик в самом котле эти два провода будут в разрыв датчика стоять просто следовательно у нас отсюда уже будет браться общий провод третий контакт мы припаиваем этого к резистору к резистору космочного припаиваем и от резистора мы уже будем припаивать контакт ко второму проводу датчика то есть у нас у датчика два провода один мы сделаем разрыв который будет разрываться при на реле разрыв будет на реле происходить при включении реле у нас будет просто перемыкаться контакты давайте проверим для наглядности у нас идет питание включаем нашу систему у нас включился терморегулятор я уже проверял поэтому температуру показывает маленькую сейчас датчик нагревается уже и проверяем мультиметр у нас в режиме диодной прозвонки мы берем провод который у нас пойдет в разрыв реле в разрыв датчика и провод который идет у нас на общий то есть у нас короткое замыкание понятно да остужаем наш датчик датчик включил реле проверяем между контактами у нас обрыв то есть этот цепь у нас разорвалась теперь у нас стоит резистор берем общий провод который у нас вот этот и берем второй конец резистора который будет приходить на вторую сторону датчика проверяем у нас здесь с подстроим маленько появится некоторое сопротивление некое сопротивление которое можно будет выставить замерив сопротивление датчика при определенных температурах когда котел у нас уже будет включен вот так мы это будем проверять сейчас температура у нас почти 0 я окунул это в снег достаем из снега нагреваем датчик как только температура у нас достигнет 10 градусов отключается реле и цепь у нас работать на родном датчики и так друзья вот такой у нас прибор получился вот такая обманка газового котла которая позволит нам включать его минусовые температуры чтобы он не думал что замерзла вода все банально все просто все ссылки в описании с вами был руслан подписывайтесь на канал ставьте лайк этого видео до новых встреч пока пока